На самом деле, с чего начать наш лечебный процесс, если мы видим пациента уже на распространенной стадии опухолевого процесса? Буквально несколько слов о том, что отличает герминогенные опухоли от всех остальных злокачественных новообразований. Это крайне высокая чувствительность к химиотерапии. Она обусловливается рядом факторов, рядом характеристик опухоли, низкой частотой мутации, отсутствием выраженной мудроопухолевой гетерогенности и сохранением в опухоли активных механизмов апоптоза. И именно этими особенностями опухоли можно объяснить такой высокий процент курабельности наших пациентов при использовании, казалось бы, таких стандартных, общеизвестных препаратов, основным из которых является препарат сасплатин. И, наверное, имеет смысл выделить некоторые позиции, которые нужно строго соблюдать при проведении лекарственного лечения больным с гермогенными опухолями. И в первую очередь, первый этап, когда мы видим нашего пациента, мы должны максимально правильно его стадировать и максимально строго следовать разработанным алгоритмам лекарственной терапии. Если мы говорим о распространенном процессе, то практически 60% даже более имеют данную степень распространения процесса. Это пациенты, начиная со второй С и все под стадии третьей стадии. Это пациенты, имеющие метастазы в заболевшенных лимфатических узлах, превышающие 5 см в диаметре, и имеющие метастазы в отдаленных органах. Чаще всего, конечно же, поражаются легкие, печень, кости, головной мозг. То есть, в принципе, локализация метастазов может быть разнообразной. И, безусловно, при стадировании больных с распространенным процессом мы должны учитывать уровень сывороточных маркеров, которые характеризуются чрезвычайной подагномоничностью. В зависимости от стадии и от прогноза, выживаемость пациентов различается драматически. И поэтому крайне важно правильно стадировать с учетом уровня онкомаркеров. И то, о чем уже упоминал Михаил Юрьевич, помнить, что даже при наличии гистологическом и иммуногистохимическом диагнозе семеном на опухоли, но при повышении уровня альфа-федопротеина и уровня бета-ХГЧ больше 1000 единиц, необходимо лечить данного пациента по стандартам терапии несеменомных опухолей, поскольку, безусловно, в структуре этой опухоли имеются элементы несеменома, которые характеризуются большей агрессивностью в целом. И почему важно стадировать? Мы видим, что прогноз полностью определяется совокупностью тех факторов, которые определяют стадию заболевания. Это локализация первичной опухоли в яичке или вне гонадно. Это локализация метастазов легочной и принципиально нелегочной локализации. Это уровень онкомаркеров. Здесь, в принципе, все эти параметры представлены. Но мы видим, как драматически различается выживаемость пациентов. Если мы говорим о несеменном на опухоли хорошего прогноза, то практически все пациенты переживают 5 лет и считаются излеченными. Если мы говорим о несеменном на опухоли плохого прогноза, то пятилетняя выживаемость не превышает 50%. Но это не значит, что мы не должны также сражаться за этих пациентов, потому что половина пациентов будет также излечена. И крайне важно соблюдать все эти разработанные стандарты. Здесь, в принципе, стандарты на самом деле существуют. Они довольно часто обновляются и подтверждаются в большей степени, поскольку на самом деле здесь нет таких принципиальных подвижек на протяжении последних лет, наверное. Единственное, что действительно несколько повысился уровень БТХГЧ для того, чтобы отнести опухоль из семеномной в несеменомную. И мы видим, что количество циклов строго оговорено. Это или определенное количество циклов БЭП, не больше 4, или, как правило, на один цикл больше режим ЕП, если мы исключаем блеомицин, я об этом чуть позже скажу. Как раз таки, если мы говорим даже о больных 3-й Б стадии промежуточного прогноза, это уже, скажем так, совокупность неблагоприятных признаков, излечиваем до 80% пациентов. Если мы говорим о больных 3-й С стадии, плохого прогноза, также излечения до 50% больных. Поэтому соблюдение стандартов – это залог жизни данных пациентов. Если мы говорим о таком клиническом ситуации, в которой встречаемся при лечении больных с распоренным процессом, как тяжелое состояние пациента с выраженным ослаблением, обусловленным, безусловно, прогрессирующим течением заболевания. Это и риск распада опухоли, который, как правило, имеет большие размеры, риски кровотечения, риски инфицирования при проведении химиотерапии. И, конечно же, здесь есть ряд возможностей, которые мы должны использовать для того, чтобы начать хотя бы лечение и в дальнейшем максимально расширить его до стандарта. Поэтому в первый цикл мы можем проводить с исключением одного из препаратов блеомицина, например, или исключая два препарата, оставляя наиболее принципиальный цисплатин, с уменьшением дозы препаратов до 50%, и обязательно с профилактикой патологических синдромов, которые часто сопровождают распространенный процесс, синдром распада опухоли или синдром туморолизиса, и тромбоэмболических осложнений. И при улучшении состояния пациента, которое, как правило, наступает, в пределах даже дней, мы видим и такие позитивные сдвиги, при начале лечения, даже в таких вот редуцированных формах, мы проводим весь запланированный объем химиотерапии, ну, скажем так, не считая вот этот вот режим такого редуцированного, ограниченного курса цикла химиотерапии. Также очень важно помнить, что, опять же, это все касается высокоспециализированных центров, да, которых проводится лечение этих пациентов, что в том случае, если мы видим, что пациент поступил к нам в тяжелом состоянии, и у нас нет времени верифицировать диагноз, у пациента есть ли первичная опухоль в яичке, или она находится в негонадной локализации, и нет периферических локализаций, нет, например, увеличенных лимфоузлов, чтобы верифицировать диагноз, мы имеем право проводить химиотерапию по жизненным показаниям на основании, по крайней мере, повышенных уровней онкомаркеров, которые, на самом деле, высоко подогномоничны, особенно уровень альфитопротеина, бета-ХГЧ для данных пациентов. И можно отсрочить выполнение орхифоникулактомии до улучшения состояния пациента. И мы также это выполняли или в интервале между первыми же циклами химиотерапии, ну, или же по окончании всего курса лекарственного лечения. И, на самом деле, бороться нужно за каждого пациента. Это вот наш клинический опыт двухлетней давности. Пациент поступил к нам, молодой пациент, 28 лет, у которого в течение нескольких месяцев до поступления к нам были и повышение уровня онкомаркеров, что очень характерно для этих опухолей, и ряд клинических проявлений заболевания, и одышка, и увеличение размеров печени и так далее. Пациента какое-то время недооценивали. В дальнейшем было подозрение на диагноз гернаридной опухоли, но лечили пациента неправильно. И к нам уже в институт он поступил в тяжелом состоянии. В принципе, через сутки он уже был приведен в отделение интенсивной терапии. Мы видим, какое массивное поражение и легочной ткани, и печени, и периферических, внутригрудных и заболюшинных лимфатических узлов, блюшины и головного мозга. И у нас он находился около 10 дней в институте. Но такие темпы роста опухоли мы просто зафиксировали, уже выполняя обследование в рамках нахождения пациента в отделении реанимации. То есть бурное прогрессирование. К сожалению, мы видим, что время у данного пациента упущено, которое могло бы быть реализовано для его лечения. И, к сожалению, данный пациент погиб. Хотя, безусловная попытка лекарственной терапии, которая, может быть, могла бы дать ему шанс, но, к сожалению, это не случилось, она была предпринята. В условиях отделения интенсивной терапии была предпринята попытка монохимиотерапии со сплатином в уменьшенной на половину дозе. На фоне, безусловно, лечения, и не только профилактики, а и лечения всех сопутствующих патологических синдромов. Но, к сожалению, на самом деле, эта попытка не увенчалась успехом. Молодой пациент, 28 лет, в принципе, из-за недостаточного диагностирования опухоли на начальном этапе, к сожалению, погиб. Эта потеря существенная, и, в принципе, она, наверное, на совести специалистов, которые недостаточно оценили его состояние изначально. Другие патологические состояния, которые могут быть у пациентов, это опыт буквально уже этого года. Пациент также позднее обращение, к сожалению, позднее распознавание заболевания. Пациент и обращался за медицинскую помощью в течение месяца, полутора месяцев до уже госпитализации к нам с явлениями, которые, в первую очередь, подставляли предположить наличие у пациента двусторонней пневмонии, одышка, кашель, элементы кровохаркания в дальнейшем, фибрильная лихорадка около месяца. И в дальнейшем при обследовании у пациента каким-то образом случайно был определён уровень онкомаркеров, который оказался повышен. И таким образом пациенту была диагностирована вне гонадная несеменомная опухоль. В дальнейшем были выявлены завершенные лимфатические узлы, и поэтому поставлен диагноз опухоль завершенного пространства с поражением лёгочной ткани. И, разумеется, в этой ситуации начинать химиотерапию при активном инфекционном процессе сложно, поэтому пациенту была срочно начата антибактериальная терапия, и буквально через сутки, через двое уже начата монохимиотерапия со сплотином в полной дозе на фоне профилактики всех сопутствующих патологических синдромов. К счастью, данного пациента и инфекционный процесс был взят под контроль своевременно, и эффект такого редуцированного цикла химиотерапии, монохимиотерапия с сплотином оказался успешным, и в дальнейшем нам удалось расширить режим до полноценного режима, ну, опять же, с включением блеомицина. Эффект четырёх циклов здесь представлен, практически выраженный регресс завершенных лимфатических узлов, выраженный регресс внутрилёгочных метастазов, и вот уже недавно Александр Константинович Носов выполнил пациенту заболевшенную лимфодисекцию, зрелая тератома обнаружена на живых клетках, не выявлена, то есть, в принципе, пациент имеет очень высокие шансы на такой длительный контроль над заболеванием. И следующий этап, это, как раз таки, консультация Евгения Владимировича Левченко, теракального фирурга, для решения вопроса об удалении резидуальных опухолевых очагов из лёгочной ткани. И у вас, конечно, не должно сложиться впечатление, что, ещё раз мы хотим подчеркнуть, что даже в таких тяжёлых случаях нужно подключать все возможности для лечения пациента дробно, аккуратно, с дальнейшим расширением режимов. Вот наш клинический опыт, который мы всегда с удовольствием демонстрируем. Здесь два автора, проценка Семёнова, на самом деле, и Александр Константинович Носов, и Евгений Владимирович Левченко. Да-да-да, вот всегда-всегда. Да, все принимали участие в спасении этого пациента. Уже прошло восемь лет, да, вот, в принципе, таких же многократных и видов лекарственной терапии, и хирургического лечения, и мы имеем восемь лет жизни пациента, и у пациента с помощью КО два года назад родился маленький сын. Поэтому, на самом деле, спасённая жизнь, и уже, как мы видим, жизнь не одна. Часто мы увидим пациентов с явлением почечной недостаточности, и в этой ситуации, конечно же, нужно выяснить генез. Как правило, это всё-таки пост-тренальная почечная недостаточности, которая связана с тем, что массивные конгломераты заболевшенных лимфатических узлов вызывают сдавление мочеточников и нарушение, таким образом, оттока мочи. И в этой ситуации, безусловно, при выявлении гидронефроза мы до начала химиотерапии проводим обязательно разгрузку почек, восстановление оттока мочи с помощью или стентирования мочеточника, или наложение нефростома. В принципе, на самом деле, здесь нам всегда, конечно же, помогают хирурги, урологи нашего института. И вот здесь вот два идентичных практически клинических наблюдения. Мы видим, какие колоссальные размеры заболевшенных конгломератов лимфоузлов, превышающие 20 сантиметров могут быть. И вот, разумеется, все последствия, которые они вызывают в отношении почек. И помимо постренальной недостаточности, мы видим и картину ренальной. В частности, вот также наблюдение недавнего времени, когда пациент обратился к нам также с конгломератом заболевшенных лимфатических узлов. Но у данного пациента отмечалось и повышение уровня калиатинина почти до 400 единиц. И, в принципе, мы абсолютно обоснованно предположили и оказались правы, учитывая отсутствие у него расширения чашно-лоханочной системы, что у пациента имеется ренальная почечная недостаточность, обусловлено как раз таки синдромом распада опухоли. Потому что большие размеры опухолевых масс, они часто вызывают именно такую картину, такое патологическое состояние. И поэтому также по жизненным показаниям, потому что угрожающие жизнесостояния, было начато лечение синдрома туморолизиса, массивной инфузионной терапии, форсирование диуреза, прием аллопаринола, стероидных гормонов. И на фоне этого очень аккуратное начало химиотерапии. То есть, в принципе, всегда нужно эти патологические состояния, которые часто сопровождают распаденный опухолевый процесс, правильно интерпретировать и своевременно начинать их коррекцию. В отношении блеомедцины, на самом деле вопрос сложный, особенно сейчас, когда мы знаем о новой коронавирусной инфекции, вызывающей поражение легочной ткани. Поэтому, разумеется, риск развития блеомедцинового пульмонита, он крайне нежелателен, особенно в условиях нынешних инфекционной пандемии. И риск развития пульмонита повышается при сопутствующих хронических заболеваниях у пациентов старше 50 лет при нарушенной выделительной функции почек. И поэтому, в тех случаях, если мы видим снижение клиренса креатинина, если мы планируем обширные операции, тоже уже Михаил Юрьевич, Евгений Владимирович об этом говорили, если мы планируем обширные операции на органах грудной клетки, например, при внеорганных, извините, внеоганадных солидостенных локализациях герногенных опухолей, то мы исключаем блеомицин из планируемых схем. И если мы повышаем количество циклов БЭП при исключении блеомицина, 3 цикла БЭП, это 4 цикла ЕП, то в том случае, когда мы уже количество циклов не повышаем, когда уже максимальное 4 цикла БЭП при третьей стадии у пациентов, то мы заменяем уже этот режим на комбинацию этапазида, и фосфамида, и цисплотина, на режим ВИП. Ну, здесь как раз-таки тоже клинические наблюдения. Уже 7 лет данной клинической ситуации у пациента внеоганадной несеменомной опухоль левого гемиторакса с компрессией левого легкого, практически дыхательная недостаточность была у пациента, он находился в другом учреждении в отделении реанимации, были эвакуации плевлита с большого объема плевлита, геморрагического характера, и также этому пациенту по жизненным показаниям была начата очень дробно, аккуратно лекарственная терапия без включения блеомицина, и в дальнейшем Геннадий Ильич удалось удалить это образование из геогемиторакса. Пациент живет до настоящего времени и периодически дает о себе знать о своем благополучном существовании. Часто, достаточно часто может быть поражение и центральной нервной системы. Как правило, это при наличии множественных медостазов в легких и печени все-таки это реже манифицируется как такое изолированное поражение головного мозга. Ну и чем выше уровень БДХГЧ, тем более риск поражения головного мозга, поэтому, конечно, в плане обследования нужно помнить, что центральная нервная система – это зона, которая требует обследования. И, разумеется, при множественном поражении пятилетняя выживаемость невысока, но если солитарное поражение, то до 40% переживают 5 лет. И здесь подходы к поражению головного мозга, в принципе, они достаточно однозначно. Если нет выраженной неврологической симптоматики, если нет смещения структур мозга, если нет каких-то других экстренных именно неврологических моментов, то мы начинаем стандартный режим химиотерапии. И в том случае, если на фоне химиотерапии происходит регресс и полный регресс, в принципе, мы тут уже фиксировали, полный регресс метастаза в головном мозге, то можно не подключать методу локального лечения. То есть хирургическое лечение, только в том случае, если необходимо Принципиальное удаление плюс ткани. Лучевая терапия не является методом выбора. Даже предпоражение головного мозга это акцент на лекарственную терапию. Также помним, что может быть поражение и костей, и мягких тканей, и сдавление костного мозга, то есть явление компрессионной миелопатии. Также в зависимости от ситуации. Если ситуация ургентная, если возникает риск пореза, если риск нарушения функции тазовых органов, конечно же нужно участие травматологов или нейрохирургов для того, чтобы выполнить разгрузочные, фиксирующие хирургические вмешательства. Если ситуация стабильна, то мы проводим химиотерапию, и в принципе часто происходит уменьшение размеров этих образований только с помощью лекарственного лечения. При наличии рецидивов мы можем впервые увидеть пациента, имеющего рецидив, можем в процессе уже лечения самостоятельного этого пациента, к сожалению, столкнуться с рецидивом. Что мы должны делать? Мы также учитываем сроки его возникновения до двух лет после окончания первоначального лечения или спустя, определение группы прогноза, также с учетом всех факторов и уровня повышения маркеров, локализации метастазов уже на нынешний момент. Выбираем химиотерапию или стандартную, или высокодозную, и, конечно, всегда приветствуется участие пациента в клинических исследованиях. Исследование Тайгер, которое здесь упомянуто, это как раз-таки исследование эффективности высокодозной химиотерапии, но роль ее, на самом деле, до сих пор не установлена точно, поэтому до сих пор проводится набор пациентов, и пока не будет данных рандомизированных исследований, мы, к сожалению, вместо этого вида лечения пока не можем с уверенностью судить о нем. Если мы говорим о позднем рецидиве, то здесь уже терапией выбора является хирургическое лечение, оно является предпочтительным, поскольку все-таки, скорее всего, хирургическое удаление этого образования, позднего рецидива, оно, скорее всего, будет эффективно. И только если нерезектабельное образование, то мы говорим о химиотерапии, но и о более предпочтительном участии пациента в клиническом исследовании. И шансы третьей линии терапии, они абсолютно точно есть у пациента, это различные виды и хирургического вмешательства, и третьей линии химиотерапии как таковой, и рассмотрение возможности высокодозной химиотерапии, и клинические исследования. И помним, что можно определить уровень MSI, и если есть нестабильность, то мы можем рассматривать пациента как кандидата для попытки иммунотерапии, тоже спорные методы, но, по крайней мере, он может рассматриваться, поэтому действительно бороться за пациента нужно до конца. И в заключение можно сказать, что все-таки высокий потенциал излечимости гермогенных опухолей, он на самом деле выделяет их из общей структуры злокачественных новообразований, и очень важно четкое, своевременное выполнение всех международных рекомендаций в рамках оказания высоко квалифицированной медицинской помощи в специализированных учреждениях. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.